В чем на сегодня произошло изменение и радикально новое понимание всей ситуации? Так это в том, что мир стал глобальным. Я постоянно вижу следующую ситуацию. Любой здравомыслящий человек хочет свою семью вывести из России. Куда угодно, но лучше под звездно-полосатый флаг, дающий наибольшие возможности для наших детей и внуков. Это та данность, что есть на вчера и сегодня и, скорее всего, будет и завтра. Но вывозя семью на запад, совершенно теперь не значит, что нельзя вернуться и заниматься в России, например, бизнесом. Стигма иммиграции теперь остается лишь для тех, кто уехал с концами и заявляет на любые предложения вернуться тем, что его обратно не тянет ни при каких обстоятельствах, и жить в России даже временно – это шаг назад. Для тех же, кто прекрасно нашел соглашение со своей совестью, бизнес в России остается вполне себе открытым и даже желанным. Опять-таки, бизнес в России – это очень громкое и красивое слово для того болото, что этим словом называется. Основное, чем заняты наши иммигранты в России – это, как я называю, чемоданный бизнес. То есть, человек приезжает с американским паспортом, каким-то количеством денег, вкладывает их в местные русские проекты, быстро на этом делает прибыль, складывает все в чемодан и вывозит обратно на Запад. И так до бесконечности, если суммы небольшие. А если большие, то бизнес вообще становится одноразовым. И все потому, что долгосрочные вложения в Россию – это самоубийство. В стране, где нет нормального суда, независимой адвокатуры, правильных законов, нормальных властей, бизнес не может быть нормальным по определению. Бизнес в России и успех определяется только одним – близостью к президенту и его непосредственному окружению. А раз мы так говорим и понимаем, то понятия нормальности уже сразу отпадают. Также на сегодня есть еще и моральный аспект этого бизнеса. Я с трудом понимаю людей, которые хотят вкладывать свои деньги, иметь дела и зарабатывать в стране, которая во всем мире считается страной бандитов, воров и хулиганов, управляется шайкой бывших КГБшников, гадит всем и вся в мире, лишь бы продолжить свой узаконенный грабеж. Отнимает у своих граждан, да и у соседей территории имущество, свободу и даже жизнь. Хочется спросить тех наших иммигрантов, кто там делает бизнес сегодня. Вас не тошнит от запаха в этой стране? И у вас нет чувства брезгливости, когда вы имеете дело с такой формой бизнеса и ее подобными участниками? Сразу оговоримся, что нормальный и честный бизнес с русскими и в России сегодня быть не может по определению, и любое начинание будет иметь какой-то процент грязи и коррупции. Поэтому не спешите оправдываться за свои дела, так и доказывать мне, что все, дескать, нормально. В такой стране, с таким правительством, с таким порядком, под международными санкциями любой бизнес будет ненормальным. И ваше участие в нем, когда ваша семья уже на Западе, говорит только о вашей личной нечистоплотности. Я бы постеснялся даже такие вещи одной рукой делать там деньги, а другой зажимать нос и глаза от того, что там происходит. Так или иначе, эта бизнес-ситуация была, есть и, скорее всего, будет. И никакие санкции против России этому серьезно не помешают. Найти возможность делать дело в России стало сложнее, но все равно возможно. А не делать этот бизнес из-за того, что где-то далеко стреляют чьих-то сыновей, на какой-то неясной войне, где отжали никого не волнующий на Западе Крым, «Это вообще смешно», скажут некоторые. Дела будут продолжаться просто с большим количеством накладных расходов, чтобы находить возможности обойти санкции. И никакие моральные муки никого не мучают. А жаль. Александр Флинт Иммигрант, проживающий в Соединенных Штатах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok